Всем привет в сегодняшнем видео обзоре. Очередной обзор на очень классный проект, на очень классный браузер в сети интернет, который дает нам возможность не просто пользоваться интернетом быстро, без какой-либо рекламы, но еще и дает возможность зарабатывать денежные средства. Так как выделена определенная сумма монет, которые они раздают всем бесплатно, за каждого пользователя дают 5 долларов в их монете. Вот эта реферальная акция ограничена токенами в 1 миллион долларов, то есть как только будет уже роздано токенами 1 миллион долларов, эта возможность пропадет, поэтому обязательно воспользуйтесь этим шансом, потому что такой шанс бывает очень редко, поэтому пока такая возможность предоставляется, сразу же выполняйте. И в сегодняшнем обзоре мы еще раз поэтапно, полностью со скринами, с пояснениями, полностью еще раз покажем, как двухфакторную защиту проходить, как верификацию, полностью все, что мы не показали в первом нашем видео. В сегодняшнем видео мы полностью все расскажем и постараемся всем подсказать, помочь, чтобы каждый пользователь, кто нас смотрит, конечно же, в этом заработке смогли заработать. Итак, как мы видим, токенами ограниченного 1 миллион долларов, квалифицированным рефералом является пользователь, который загружает браузер с помощью указанной выше промо-ссылки и использует браузер как минимум в течение 30 дней. Что это значит? Это значит, что если вы даете свою ссылку какому-то знакомому родственнику, он скачивает браузер и он должен попользоваться данным браузером не менее 30 дней, а лучше там 31, 32, 33 дня, чтобы было наверняка. Чтобы он этим браузером пользовался и потом уже как хочет. Хочет, оставляет, хочет нет, но, наверное, нету таких людей, которые попользовались этим браузером и им не понравилось. Почему? Потому что этот браузер 3 раза быстрее, плюс блокирует рекламу, трекеры. Далее можно получать вознаграждение, в дальнейшем можно будет получать вознаграждение за просмотр рекламы, которая будет именно в самом браузере. Плюс там есть Tor, да, это VPN, который дает нам возможность просматривать закрытые ссылки, которые на обычном браузере вы не сможете просматривать, потому что там нужен VPN. А здесь VPN встроенный. Ну и также есть инкогнито и так далее. И он очень быстрый. Поэтому этот браузер выбирает абсолютно даже все те, кто даже не зарабатывает, а просто выбрал этот браузер для использования. Значит, давайте тогда по данной инструкции еще раз скажем, вспомним, как же здесь зарабатывать. Итак, полная инструкция текстовая, непосредственно со скринами. Итак, первый пункт, что вы делаете? Вы нажимаете скачать браузер, переходите по ссылке и скачиваете браузер. Вы попадаете на такую вот страницу, вот она. Вы нажимаете скачать храб, вы нажимаете на кнопку, скачиваете его, устанавливаете к себе на компьютер. После этого вам нужно будет нажать на треугольничек и вот здесь нужно будет нажать на шестеренку. Когда вы войдете вовнутрь в браузер, да, то есть непосредственно в браузер, вот здесь нажимаете шестеренку. Сначала нажимаете треугольник сверху, да, там где у вас, куда убивать различные сайты. Потом шестеренку и потом вот здесь у вас появится вот такая вот настройка кошелька. Вы вот эту создаете резервную копию, копируете ее и вставляете себе файл, либо сохраняете файл. Это очень важно, потому что если вы переустановите Windows или что-то случится с компьютером, вы не сможете входить постоянно в свой кабинет браузера. Либо, допустим, вы пользуетесь на компьютере, потом захотели зайти в свой кабинет на мобильном, на смартфоне, то также вам нужно будет это все делать через восстановить. Поэтому вот эту копию обязательно сохраняйте. Все, вы ее сохранили, вы уже знаете, что этот Brave браузер, эта версия закреплена за вами, все хорошо. Следующий пункт, третий. Вы переходите по ссылке для регистрации. Вы переходите по новой ссылке для кабинета, чтобы создать, где у вас будут храниться токены. Далее, вы нажимаете Sign Up, у вас появляется вот это, или Get Started, у кого так будет. Далее, у вас появляется вот такое вот поле, вам здесь нужно указать свою электронную почту. Вы ее здесь прописываете и нажимаете Get Started. У вас появляется на почте вот такое вот сообщение. Вы нажимаете Verify Email, у вас появляется вот такое поле. Здесь вы указываете ваше имя. Здесь ничего не трогайте, галочка пускай стоит. Вы здесь указываете ваше имя, например, там как у нас Сергей, да, нажимаете Sign Up. После этого у вас появляется вот такая вот картинка. Это предлагает двухфакторную защиту подключить именно к Basic Attention Token. Нам она здесь не нужна пока, мы нажимаем вот сюда, Skip for Now. То есть пока оно нам не надо. Оле, вы попадаете наконец-то в свой кабинет Basic Attention Token. Вот таким вот образом выглядит он у вас, да, то есть у вас здесь будет по нулям, здесь тоже все будет по нулям. То есть везде у вас будут пизде нулим. Следующее, что вы делаете, вам нужно вот подключить свой канал. Возвращаемся к инструкции и мы видим четвертый пункт, подключаем свой канал или сайт. Вы нажимаете вот сюда Add Channel, да, вот где у вас такая рамочка есть. И здесь вы подключаете либо свой сайт, либо свой YouTube канал, либо Twitch. Мы советуем всем подключать YouTube канал, потому что его создать в принципе не сложно. Да, то есть вы подключаете, создаете просто любой YouTube канал, даже если он у вас пустой, там нет ни одного видео, просто вы создали YouTube аккаунт. Вы его сюда подключаете, даете разрешение на использование вашего канала, вы нажимаете разрешить и все. Таким образом у вас уже здесь отображается ваш канал. Он у вас здесь будет прописан, название вашего канала и он у вас здесь будет уже отображаться. Следующее, что вы делаете? Далее вы нажимаете Get Started. Вот здесь у вас эта кнопка находится, у нас ее уже нету здесь, но у вас она еще по идее должна быть уже. Вот здесь нажимаете Get Started. Вот она у вас там, где Referral Your Funds. Это для того, чтобы вы активировали промо. Вот здесь активировать промо. У нас активировать особо уже нечего, почему? Потому что у нас уже активировано и у нас здесь Referral Your Funds есть. Вы же в свою очередь нажимаете Get Started, здесь у вас нажимаете Активировать промо. И здесь у вас появляется описание, что завершено, промо активировано, все хорошо, ваша Referral Your Funds есть. Все отлично. Далее все, можете все закрывать, возвращаетесь опять к себе в кабинет. И реферальная ссылка, если вам в дальнейшем еще понадобится, она у вас отображаться будет вот здесь, там где ваш канал. Вы на нее нажимаете, и вот ваша реферальная ссылка. Все. Следующее, переходим к пункту 5. Теперь подключаем свой кошелек Uphold. Чтобы подключить кошелек Uphold, он у вас вот здесь будет. Здесь у нас уже все подключено. У вас же в свою очередь будет вот такая вот красная кнопка. Connect to Uphold. Вы на нее нажимаете. Далее у вас перекидывает на Uphold, на саму регистрацию, самую первую. Вот таким вот образом. Здесь вы указываете почту, здесь вы указываете пароль, здесь вы указываете свою страну из списка выбираете. И нажимаете Sign Up и авторизируетесь. То есть да, регистрируетесь. У вас оно опять перебрасывает к вам в кабинет. Вот сюда. То есть на вот этот вот ваш кабинет. Вы опять нажимаете Go to Uphold. То есть продолжаем дальше регистрироваться, верифицироваться в Uphold. Вас перекидывает на такое вот поле. Персональная информация. Здесь вы указываете имя, фамилию. И прописываете в точности все, как у вас указано в загранпаспорте, латиницей, чтобы все было прописано полностью, полностью. Вся информация была прописана. Имя, фамилия, логин ваш, какой вы хотите, чтобы у вас был, отображался в кабинете Uphold. Далее здесь выбираете ваш город. Здесь год, месяц и день вашего рождения полностью прописываете. Далее здесь выбираете ваш телефон. Здесь в помощь вот этого выпадающего меню выбираете код. И здесь прописываете номер. И нажимаете Next. Следующий шаг. Здесь вам предлагают перейти к двухфакторной защите. У вас появляется вот такое вот окно. Вы нажимаете Configure. Вот здесь нажимаете. На вот эту кнопку. Следующее. У вас появляется, после того, как вы нажали вот эту конфигурую, у вас появляется вот такая вот картинка. Вот такая вот. Там, где у вас QR-код и так далее. И вот здесь у многих возникает проблема. Они не знают, как двухфакторную защиту пройти. Если вы не хотите через смартфон, если вы не хотите или у вас нету смартфона, и вы не знаете, как эту двухфакторную защиту пройти, не вопрос. Мы показываем способ, как это сделать. Итак, вы нажимаете вот сюда. Жми сюда. Вы на него нажимаете. И у вас появляется вот такое вот картинка. Авторизация. Это расширение для Google Chrome. Расширение для Google Chrome. Это же расширение подходит и для Brave браузера. Также он подходит. Вы ее вот здесь же сразу же нажимаете. Жми сюда. У вас появляется вот такое вот поле. Вы нажимаете Установить. И устанавливаете к себе. Вот сюда сверху у вас будет отображаться это расширение. Вот так оно будет выглядеть. Такой квадратик. Далее, что вы делаете? Вы на этот квадратик нажимаете. Жмете карандаш. Только это все делаете. Открываете вот это. Вот это у вас должна быть сайт открыт. Вместе с QR-кодом вы его не закрываете. Оно должна, эта вкладка, быть открыта. И вы себе нажимаете на значок расширения. Потом карандаш. Потом нажимаете плюс. И вот здесь выбираете, как вы хотите. Отсканировать QR-код. Либо вручной ввод. Если вы хотите отсканировать QR-код, вы выбираете QR-код. И вам нужно будет мышкой зажать левую кнопку мыши. И вот так полностью обвести QR-код, чтобы были все углы видны. Вы вот так вот копируете. И все на этом. Если ручной ввод, то вы копируете вот этот вот код. Выбираете ручной ввод и указываете вот этот вот код. Далее нажимаете next. У вас откроется вот такое вот окошко. И здесь нужно будет ввести номер. После того, как вы либо QR-код, либо вот этот код введете, у вас появится в вашем расширении вот такой вот номер какой-то. Ну, то есть там 6 цифр. Не менее 6 цифр должно быть. 6 цифр. И внизу у вас будет написано uphold. Вы эти 6 цифр указываете в вашей ячеечке. Вы здесь 6 цифр. И нажимаете verify. То есть верифицироваться. После того, как вы ввели свои цифры, указали верифицироваться, у вас показывается вот такая вот картинка, что вы в верификацию двухфакторную защиту прошли. Вы нажимаете close. Закрываете. Далее вам на почту приходит сообщение. Булфакторная защита пройдена. Проходите дальше и заходите в свой кабинет. Вы нажимаете вот сюда get started с почты вашей. То есть вам на почту приходит сообщение. Вы нажимаете вот сюда get started. И наконец-то попадаете в свой кабинет upholder. То, что у многих не получалось. Далее. Переходим к пункту 7. К верификации upholder. У вас здесь посредине будут вот такие вот 3 большие кнопки. Вам нужно нажать вот эту третью. Там где become a verified member. То есть там, где верифицироваться, там где нужно пройти верификацию. Вы нажимаете вот сюда на третью кнопку. У вас появляется вот такое вот поле. То есть если у вас на английском, то оно будет на английском. Но в принципе вы нажимаете вот эту зеленую большую кнопку. Стать проверенным пользователем. Вы на нее нажимаете. Значит далее у вас появляется. Станьте проверенным участником. Вот такая вот информация. Опять же если у вас на английском, то на английском. Вы нажимаете на зеленую кнопку. Начните. Начинайте ее. Нажали. И вот здесь вам нужно будет опять ввести данные. У вас будет 2 шага, которые нужно будет выполнить. Итак, в первом шаге вам нужно указать здесь свой адрес. Все как у вас прописано. Все, как у вас на самом деле есть Все прописываете там улицу и так дальше Все, как положено, дом, квартиру Все здесь прописывается Если у вас два адреса, можете два адреса указать Ну, в принципе, достаточно и одного Далее, в сети, здесь вы прописываете ваш город Далее, индекс почтовый Здесь вы прописываете свой почтовый индекс Далее, country of residence Здесь вы указываете свою страну С выпадающего меню нажимаете здесь и выбираете свою страну И здесь вы прописываете, опять прописываете свою область То есть, если вы в какой-то области находитесь Вы прописываете область Если город, то просто там выбираете город и так далее И нажимаете next И тут вы уже переходите к процедуре загрузки ваших документов Здесь вы опять выбираете страну Здесь у вас показывается либо Что вы будете проходить верификацию С каким документом, с паспортом заграничным С ID-карткой, либо с водительскими правами Сами выбирайте Еще вот таким вот образом оно у вас может отображаться И вы здесь сами выбираете, как вы будете проходить С помощью какого документа Если у вас загран паспорт нового образца И у вас вот такой вот чип нарисован Сверху на паспорте То вы тогда можете проходить с загран паспорта с чипом Либо ID-картку, либо водительские права Прямо на него нажимаете на картинку Не знаю, только единственное то, что загран паспорт нужен с чипом С машиночитаемым кодом, либо можно без него Не знаю, но в любом случае лучше, конечно, нового образца Чтобы никаких не было вопросов Далее у вас появляется вот такая вот картинка Здесь вы выбираете Ваше фото именно документа То есть если вы хотите Сфотографировать сейчас с вашей камерой Или веб-камерой, или же телефоном Вы набираете take photo Выбираете кнопку, жмете сделать фото Если же у вас на ПК есть уже сфотографированный ваш документ То вы выбираете вот эту кнопку Загрузить файл Здесь выбираете сделать фото через камеру Или загрузить ПК документ Если загрузить ПК документ Вы выбираете вот эту кнопку Upload File Далее вас перекидывает вот на такое поле И здесь нужен ваш документ Передняя часть, где ваше лицо Вот здесь должно быть ваш документ Здесь или ID-картка, или паспорт, или водительские права Вы здесь нажимаете на вот эту кнопку Choose File У вас открывается ваш компьютер Вы ищите, где ваш файл Вы его загружаете И он у вас здесь будет отображаться После того, как он здесь отобразился Вы нажимаете Confirm То есть отправить Тут же следующее у вас опять появляется Наподобие такое же Только вот таким вот образом появляется картинка Не думайте, что это вы что-то не отправили Потому что бывает так, что люди думают Что оно не отправилось Потому что никаких уведомлений нет Просто вы нажали Confirm И сразу же переходите к следующему Загрузке другого фотографии Поэтому после Confirm у вас появляется новое Вот такое вот уже И здесь, что вам нужно Здесь нужна ваша фотография Ваше лицо именно Ваше лицо Чтоб четко было видно Чтобы они могли сверить документ С вашим лицом и ваше лицо То есть вы отправили перед этим документ с лицом А здесь ваше лицо Они должны просто сверить, что вы не мошенник И ваше лицо настоящее Совпадает с лицом в документе То же самое Вы нажимаете Choose File И загружаете вашу фотографию С вашим лицом Только не там, где вы маленький какой-то Или вместе с кем-то на фотографии Нет, вы там должны быть один человек Только вы И ваше лицо очень хорошо, крупно видно Чтобы видно было вы именно Поэтому вы нажимаете Choose File И загружаете ваше лицо И потом вы нажимаете опять Confirm То есть отправить Все Далее у вас появляется вот такая вот надпись Вы нажимаете Continue То есть регистрация, верификация отправлена То есть документы отправлены Далее Если ваша верификация пройдена Вам на почту вашу придет сообщение Что вы прошли верификацию Также, когда вы попадете в свой кабинет Будет стоять зеленая галочка Вот здесь вот И не будет трех кнопок посредине Которые у нас изначально были Сейчас мы вам покажем Каких Вот этих кнопок у вас уже не будет То есть этого поля полностью не будет Потому что вы прошли верификацию И у вас будет просто Вот так отображаться зеленая галочка И здесь ничего не будет Все И когда вы будете просто заходить сюда Потом нажимаете Check Balance И вы будете попадать уже в свой обход Который привязан у вас И вы попадаете вот в свой кабинет Как вы видите Здесь у нас кнопок нету Но у нас есть вот здесь Галочка верификации Далее возвращаемся Все А потом вы просто ждете 30 дней После каждого вашего реферала Чтобы он установил И пользовался браузером И каждого месяца 9 числа поступают вам монеты на обход Только если к 9 числу у вас нет рефералов Кто пользуется уже 30 дней То выплата будет 9 числа Уже следующего месяца Как выводить к себе на карту Смотрите наше видео Там все просто То есть как выводить на карту Мы показывали в предыдущем видео Которое мы снимали на нашем канале И в следующем видео Мы опять будем показывать Как выводить денежные средства Но уже будем выводить бат Непосредственно на биржу Почему? Потому что в прошлом видео Мы показывали как обменять бат Прямо здесь на биткоин И уже выводить биткоины Но там была комиссия Другой вариант есть И в следующем видео Это будет 9 числа 9-10 Как только придут новые деньги Мы покажем как вывести бат Именно напрямую на биржу И там комиссии не будет То есть вы уже будете комиссию платить Уже непосредственно на биржу В сегодняшнем видео обзоре Мы просто хотели еще раз Показать инструкции С пояснениями Как же все-таки здесь зарабатывать Потому что многие Не знали как пройти Двухфакторную защиту Многие не знали Как пройти верификацию Какие документы надо Что отправлять Вот этого многие не знали Поэтому сегодня мы решили показать И все И потом когда вы это все сделали Всю процедуру Как у нас здесь прописано Полностью один за другим Шаг за шагом Вы это все сделали Все что от вас требуется Вы просто вот эту реферальную ссылку Даете своим близким Друзьям, знакомым Хотя бы если вы не умеете приглашать Вы не приглашать Не знаете как Вы можете просто Хотя бы своим близким Друзьям, знакомым дать У которых также есть свой IP-адрес Да, свой компьютер есть Они по этой вашей ссылке перейдут Скачают браузер Будут им пользоваться 31 день и больше И вам за него придут денежные средства И у вас здесь уже будет показано Что у вас скачало Там допустим Один человек Установил один человек И через 30 дней Подтверждено еще один человек То есть у вас будет показано Что один человек У вас установил Скачал И пользовался 30 дней И у вас В ближайшей дате У вас здесь будет отображаться Бац За данного человека По текущему курсу Здесь показывается Когда будут Начислены денежные средства А 9 числа Они уже к вам поступят Туда на обхолд То есть здесь показывается До того момента Пока еще вывода не было А 9 числа Вы уже будете нажимать Так чек баланс И у вас уже эти монеты Будут отображаться вот здесь В разделе баг Вот здесь они будут у вас Отображаться Но опять же Обязательно смотрите Наши предыдущие видео обзоры Потому что где-то Что-то могли недорассказать Недовспомнить Поэтому обязательно Предыдущие видео обзоры Смотрите наши Все Вот таким вот образом Надеемся Что мы вам сегодня Были полезны Полная инструкция О заработке Brave Браузер просто шикарнейший Очень быстро работает Единственное Только то Что мы еще не знаем Работает ли он Кто скачивает на телефон Вот эту информацию Мы не знаем Почему? Потому что мы скачивали На телефон И мы видели Там нету Там нету раздела Тор Вкладки Которая должна была Открываться Вот приватное окно Тор Нету ее И там еще Некоторые ситуации Которых в телефоне Нет Поэтому мы точно Еще не знаем Через телефон Можно или нет Но все-таки Вы можете попробовать И уже будем знать В дальнейшем Можно будет на смартфон Скачивать или нет Но на ПК Все нормально Все работает Как вы видите У нас уже На новый период Мы уже вывели Неплохую сумму Сейчас уже на счету 753 доллара Плюс монета растет Еще непосредственно Нам выплату сделают Все Вот такой вот обзор Надеемся Мы были вам полезны Если мы вам помогли И действительно Это видео стало быть вам полезным Или вы не знали Вообще о этом заработке Обязательно Поставьте лайк Конечно же Этому видео Подписывайтесь на наш канал Все Вот такой вот обзор Кому понравился Ставьте лайки Либо же дизлайки Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик Чтобы не пропускать Новые видео О заработке в интернете Вместе с нами Всем До встречи